Тот же Ван Эйцян на протяжении четырех лет, кажется, молчал, был согласен и именно сейчас очень неожиданным образом выходит на улицы. Ясно, что это задание, которое пришло из Кремля, и это очередное средство для выпуска народом пара. Для выступления с призывами к фальшивой смене власти точно так же, как это сделал в прошлом году так называемый формат 17+, для прикрытия тыла Николы Пашиняна, и который преследует цель создать удобный фон, чтобы Пашинян совершил свои следующие шаги. То есть это специальная операция для окончательной реализации плана Лаврова. Здесь есть разные исполнители. Исполнитель номер один, Пашинян, который является непосредственным подписантом. И исполнитель номер два, так называемая оппозиция, которая назначена со стороны Кремля для прикрытия тыла Николы Пашиняна. Еще раз говорю, народ не должен проглотить эту наживку. Я понимаю беспокойство наших соотечественников, что мы теряем Арцах, почему вы ничего не делаете. Эти что-то делают, мы идем и встаем рядом с ними, а вы ничего не делаете и прочее. Мы говорили и вновь повторяем. Мы ждем того удобного момента, который очень скоро наступит. Судя по тем развитиям, которые имеют место внутри Кремля, в окружении Путина, очень скоро. Вопрос лишь определенных недель. Настанет тот час, когда путинский режим ослабнет настолько, что мы уже сможем поднять здесь мощную волну и дойти до цели. Потому что действия не являются самоцелью. При совершении действий ты должен прочитать риски и шансы эффективности. Я уверен, что этот миг вскоре настанет. И у нашей национально-освободительной борьбы очень скоро будет победный конец. Я призываю всех наших соотечественников еще немного вооружиться терпением, ждать этого момента и быть на площади только в это время. Потому что только национальный демократический полюс хочет вывести страну из-под российского ига. Целью Ванетяна является не Арцах, а сохранение Армении, привязанной к телеге слабеющего, умирающего путинского режима, путинской России. Обрекая нашу страну остаться под обломками разваливающейся империи. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.